Здравствуйте! В эфире телеканал «Актис» программа «Актуальное интервью» в студии Анны Дергаусова. Наступил сезон летних каникул. На дорогах округа увеличилось число дорожно-транспортных происшествий с участием детей. С чем связан рост ДТП? Что необходимо знать взрослым и детям, отправляясь в поездку или переходя дорогу? И что грозит за несоблюдение правил дорожного движения? Обо всем этом поговорим сегодня с нашей гостьей, старшим инспектором безопасности дорожного движения в Ангарске Екатериной Семенюк. Здравствуйте, Екатерина Васильевна! Здравствуйте, Анна! Ну, действительно, число ДТП стало выше с наступлением лета? Даже можно сказать, не с наступлением лета. Вообще в этом году отмечается действительно большой рост ДТП с участием несовершеннолетних. Практически вдвое выросло количество ДТП, а количество травмированных детей увеличилось почти втрое. Вот так. Ну, а вот на какие правила, скажем так, стоит обращать особое внимание и родителям, и детям? Вот переходя дорогу, отправляясь в поездку, да, вот о чем стоит помнить? Правил действительно много, на которые стоит обращать внимание. Это элементарные правила, которые ребятишки знают с самого детства, с детского сада изучают. Но, к сожалению, родители, сами показывая, как не нужно соблюдать правила своим плохим примером, подводят детей к тому, что они бегают через дорогу у нас, не пристегиваются в машинах, ну и так далее, нарушая правила дорожного движения. В принципе, и сама неоднократно замечают то, что на красный свет переходят, абсолютно не соблюдают. Потому что все стараются успеть куда-то, торопятся и нарушают. Но, к сожалению, это вот чревато, да, последствиями. Статистика, да, все-таки вот втрое, да, увеличилась. А вот конкретно сколько, допустим, за весенний, летний, ну вот наступлением лета, да, период? За вот пять месяцев этого года именно на территории Ангарского городского округа у нас зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 20 детей было травмировано и один, к сожалению, погиб. Отправляясь в путешествие на машину, вот о чем следует помнить взрослым? О каких важных правилах? Начать бы хотелось с того, что интернет у нас пестрит детскими удерживающими устройствами, пристегивайтесь, ремнями безопасности. Это знают уже все, что у нас обязательно при перевозке детей нужно использовать детское удерживающее устройство. Если мы перевозим на заднем сидении автомобиля пассажирском ребенка до 7 лет, это обязательно. С выше 7 лет можно пристегивать ремнем безопасности. Но забывают, к сожалению, о том, что когда водитель садится за руль и в машине находится ребенок, я думаю, даже в голове у человека должен включаться такой детский режим поездки. Водитель должен быть максимально аккуратен за рулем, максимально собран, потому что он везет ребенка. Вот на этом, я думаю, нужно акцентировать внимание. У нас в этом году уже несколько случаев ДТП, где несколько детей находились в машине, все были пристегнуты, и тем не менее в результате дорожно-транспортного происшествия дети страдали из-за того, что водители не соблюдают скоростной режим, не соблюдают правила проезда через перекрестки, не предоставляют преимущества в движении транспортным средством. То есть, нарушая общие правила дорожного движения, подвергают опасности жизни своих детей. Ну, действительно, потому что удерживающие, скажем так, кресла, назовем их детские кресла, это не панацея совершенно, действительно, все зависит еще и от водителя. Но, тем не менее, многие родители считают так, рассуждают, по крайней мере, так, что зачем нужны кресла, ведь я смогу удержать своего ребенка, как никто. Потому что, да, вот, и где-то, ну, скажем так, на себя полагаются больше, чем на какие-то вот удерживающие кресла. Действительно, есть такие, ну, остались уже, я так думаю, единицы. Большое количество краш-тестов было проведено, даже вот при скорости 60 км в час, разрешенной в городе. В результате небольшого транспортного происшествия, столкновения транспортных средств, перевозя ребенка, к примеру, грудничка на руках у себя, мама может попросту задавить ребенка насмерть. У меня в практике был такой случай года три назад. Семья ехала по трассе, по федеральной. Водитель, отец был за рулем, мама находилась на заднем пассажирском сидении, кормила по ходу движения ребенка грудного двухмесячного. Водитель выехал на полосу встречного движения, другой совершил с ними столкновение. В результате ДТП ребенок погиб прямо на месте происшествия. Еще двое детей находились в машине, были в детских удерживающих устройствах, они делались небольшими ушибами и ссадинами. ГИБДД какие меры предпринимают для предотвращения, скажем так, вот таких вот происшествий на дорогах? Ну, профилактическая работа, понятно, проводится. Это и в образовательных учреждениях, посредством средств массовой информации. Помимо этого, большое количество рейдовых мероприятий проводится, где мы выявляем нарушения данные по перевозке детей в салоне автомобиля, вот с нарушением правил дорожного движения. За это предусмотрен штраф в 3000 рублей. То есть ребенка не пристегнули, штраф такой. Но, думаю, лучше остановить, предотвратить, чем потом разбираться в последствиях, вот после дорожно-транспортных происшествий, когда страдают и, к сожалению, гибнут дети на дорогах. Гатерина Васильевна, вот ты еще хотелось бы узнать, какие акции вы планируете в ближайшее время провести? У нас на территории Ангарского городского округа действует несколько лагерей загородних. Сейчас еще лагеря дневного пребывания действуют в образовательных учреждениях. С ними мы контактно работаем, выходим в места массового скопления граждан, напоминая о том, что ребятишки действительно помогают напоминать гражданам о том, что нужно соблюдать правила и на что стоит обращать внимание. При перевозке детей, при исследовании с ребенком, даже просто по городу в пишем порядке. Кроме этого, у нас в июне, в июле месяце проходят профильные смены. Это дети конкретно занимаются по правилам дорожного движения, готовят агитационное выступление, выезжая с ним в лагеря загородние, и в детские сады ходят, оповещая о том, как нужно соблюдать правила дорожного движения. Но вот это с профилактической точки зрения. Помимо этого, большое количество рейдовых мероприятий. Сейчас у нас на территории вообще всей Иркутской области, к сожалению, увеличилось количество ДТП с несовершеннолетними. И вот эти рейдовые мероприятия проходят практически везде. Буквально на прошлой неделе у нас несколько рейдов было. На будущей неделе планируются такие рейдовые мероприятия. И хочется, конечно, достучаться до каждого, что это безопасность их детей и своя личная безопасность, чтобы понимали это. А насколько действенны вот такие акции? Насколько действительно есть вот какая-то статистика? Статистики конкретной нету, но вот даже простое общение с сотрудником ГИБДД. Ну, ребенок, понятно, воспринимает это. Но человек здравомыслящий, вот если ему делают замечания, он все равно как-то внутри себя это откладывает, что так делать нельзя. Конечно, есть у нас такие, кто не воспринимает вот такой укор, не воспринимает даже административную ответственность. Но итогом потом у нас, к сожалению, дорожно-транспортное происшествие. Екатерина Васильевна, ну вот с наступлением лета на дорогах помимо автолюбителей, помимо автомобилей появляются и велосипеды, и мопеды, скутеры и так далее. Вот, соответственно, возрастает и риск ДТП с их участием. Вот здесь что? Расскажите. У нас в этом году уже был один случай ДТП с несовершеннолетним велосипедистом, который выехал на пешеходный переход и решил так быстренько проехать его. Водитель не успел среагировать и прямо на пешеходном переходе его сбил. Факт нарушения был налицо, потому что у нас, согласно правилам дорожного движения, мы в пешем порядке должны следовать через пешеходный переход. Но это как бы такой случай, который показательный. Помимо этого, вижу, что в Ангарске действительно очень много велосипедистов на скейтбордах, на различных скутерах, на всем, чем можно, только катаются. Тем более наступил летний период и где-то и забывают о соблюдении правил дорожного движения. Напоминаем, рассказываем, вот по окончании учебного года с родителями общались очень плотно на родительских собраниях о том, чтобы смотрели, где дети их находятся. У нас на велосипедах ребятишки могут только с 14 лет выезжать на проезжую часть, и то, если у них хорошие навыки управления им есть. До этого возраста есть детские игровые площадки, стадионы, парки, что угодно, но только не дорога. Потому что, к сожалению, статистика такова, что если нарушать эти правила, все может закончиться очень трагически. И давайте скажем нашим телезрителям, о чем стоит помнить, садясь на велосипед, на скутер, на мопед и так далее. Вот самое основное. Я думаю, можно сказать, как ко всем категориям участников дорожного движения, что дорога действительно место очень опасное. Если мы привыкли следовать ежедневно, вдоль дороги, где-то дорогу пересекать, и каким бы участникам дорожного движения мы не были, нужно помнить о том, что это действительно опасность, что риск попасть куда-то в происшествие возрастает, тем более, если не соблюдать элементарные правила. Что касается таких участников, водителей, так назовем их, водителей технических различных средств передвижения, нужно помнить о том, что машина не умеет останавливаться буквально вот так вот по щелчку. Все равно у каждого транспортного средства есть свой путь остановки. И после того, как увидел водитель вот такого участника дорожного движения, который появился на дороге на скорости, он не сможет остановиться буквально за 2-3 секунды. Это все равно займет какой-то период времени. Нужно помнить об этом обязательно и, конечно же, уважать друг друга на дороге. Если вы подходите к пешеходному переходу, водитель едет, не успел остановиться, ну пропустите вы его. Точно так же, если видите, что к пешеходному переходу подходит там ребенок, взрослый человек, нужно уступить дорогу. И вот не хватает нам вот этой культуры на дороге. Да, это уже, наверное, действительно какое-то воспитание, взаимное уважение друг к другу, как пассажиров, так и автомобилистов. Но я-то хотела даже больше, наверное, узнать шлемы, светоотражающие какие-то элементы. Вот это все, насколько это нужно, действенное и важно. Это очень действенно, доказано это на практике, доказано большим количеством тестов, которые проводятся. Что касается пешеходов, особо актуально это, конечно же, в зимний период, вот что вы сказали по светоотражателям, по использованию. Но я думаю, летом это тоже обязательно нужно использовать, если пешеходы идут в темное время суток. Действительно, вот такие даже небольшие значки какие-то, наклейки, брелки помогают увидеть пешехода, водителю на более дальнем расстоянии, что может сохранить жизнь элементарно. Проводятся рейдовые мероприятия, выявляются несовершеннолетние, которые катаются на вот таких видах транспорта. Хотя, согласно правилам дорожного движения, у нас уже практически 5 лет, как вступили изменения в силу, что управлять таким транспортным средством может водитель, имея категорию М, которую можно получить только с 16 лет. Если раньше можно было без водительского удостоверения сесть на такой вид транспорта, то сейчас все строго. Получить такое водительское можно в общем порядке, как получают у нас водители категорию Б. Это экзамены, сначала обучение в автошколе, потом сдача экзаменов, прохождение медкомиссии. Делано это не просто так, потому что действительно большое количество ДТП с несовершеннолетними происходит. Ну и, конечно же, мир личной безопасности, это шлем при движении на таком транспортном средстве. Ну и вот хотелось бы немножко проговорить про ответственность вот здесь. За управление транспортным средством, не имея на то соответствующего права, у нас предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Вот, к примеру, поймали у нас там 16-летнего молодого человека, штрафовали, выносят это все на комиссию по делам несовершеннолетних, и там уже разбираются. Штраф от 5 до 15. Помимо этого, если транспортное средство официально принадлежит родителю, который дал покататься ребенку, еще штраф родителю за передачу транспортного средства лицу, не имеющему права, он у нас составляет 30 тысяч рублей. Внушительно. Внушительные суммы, да, но не всех останавливают в этом. А вот в продолжении мототемы, да, я знаю, что с апреля месяца по Иркутской области ведется операция мототранспорт, вот на что она нацелена? Это как раз-таки выявление? Это как раз-таки выявление нарушений среди водителей вот этих вот мототранспортных средств. Это и мотоциклисты, и попедисты, и скутеристы. Мотоциклы у нас особое опасение вызывают, потому что действительно могут развить немаленькую скорость движения. При движении на такой скорости любые маневры могут быть травмоопасны, ну, вплоть до летального исхода. Что касается города Ангарска, за последнее время есть несколько дорожно-транспортных происшествий с участием водителей именно мотоциклов, ну, как бы отделываются травмами, так скажем. Но по области, знаю точно, обстановка очень-очень накалена. В городе Иркутске несколько дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом, и заставляют задуматься все-таки, а стоит ли оно того? Зачем рисковать жизнью, получать вот этот адреналин, который может плохо закончиться? Плохо закончиться, да, действительно. Еще пока не штрафуете за переход в неположенном месте пешеходов? Нет, здесь тоже проводится большое количество рейдовых мероприятий, потому что и количество ДТП с пешеходами у нас на территории Ангарского городского округа увеличилось в этом году, уже более 30 наездов на пешеходов, 3 из них с летальным исходом, и особое внимание тоже на это обращаем. Это проведение рейдовых мероприятий, в ходе которых к административной ответственности привлекаются не только водители, которые не пропускают пешеходов, но также пешеходы, которые нарушают правила движения. Штраф составляет 500 рублей. Штраф небольшой, но беседа профилактическая с сотрудником ГИБДД все-таки остается в памяти. Тоже неприятно. Небольшой, но как бы тоже деньги. Да, тоже неприятно. Ну и в конце нашей беседы, Екатерина Васильевна, что бы вы посоветовали взрослым, скажем так, на что обратить внимание, воспитывая законопослушных участников дорожного движения? Ну, в первую очередь, это, конечно же, собственный пример, причем положительный. Если переходить с ребенком дорогу постоянно в неустановленном месте, если двигаться с ним в автомобиле, пристегивая его, а самому не пристегиваться, это будет все до поры до времени, то есть соблюдение ребенком этих правил. нужно в первую очередь на себе показывать. Я пристегнулся и пристегиваешься ты. Именно акцентируя это на себе. Потому что ребятишки, они действительно как губки, они впитывают все и, видя то, как поступают их родители, будут делать точно так же. Поэтому, если родители сами не соблюдают правила, разговоры здесь малую роль сыграют. И вся та работа профилактическая, которая проводится в образовательных учреждениях, точно так же. Дети будут поступать точно так же, как их родители. Ну и, конечно же, воспитание, культурное воспитание. Воспитание того, что ребенок на дороге должен уважать других участников дорожного движения. Вот это надо закладывать с самого детства. Ребенок, равно как и взрослый. Да, да. И понимать, наверное, допомнить, что дорога все-таки это не шутки. И, скажем так, вот безопасность твоя, собственная, в общем-то, в твоих руках и находится. Совершенно верно. Спасибо вам большое за эту беседу. Огромное вам спасибо. А вам, уважаемые телезрители, напоминаю, что это была программа «Актуальное интервью». Смотрите нас и на сайте actistv.ru. Всем доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова